Писатель 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 Продолжение следует... Алан Уэйк, как любая хорошо написанная трогательная история, предлагает множество вариантов восприятия происходящего в течение нескольких часов кошмара, а по закону своего мрачного жанра имеет самый главный компонент – тайну, разгадку которой игрокам предстоит искать до самого конца. Разработчики из Remedy Entertainment смогли создать уникальный, но знакомый до слез мир, состоящий из всего, что позволяет оживить историю. Ведь кто бы что ни говорил, но в основе любого творческого проекта всегда будет лежать самое древнее творение человечества – история, умело поданная и реализующая оригинальную задумку. Чтобы прочувствовать всю атмосферу северо-западного побережья, достаточно лишь запустить игру, однако для более глубокого погружения в психологизм героев требуется нечто большее. И кроме знакомства со взглядом Стивена Кинга, личность которого частенько упоминается в процессе прохождения, я имею в виду также писательский опыт. Чтобы понять писателя, им нужно быть – правило, которое всегда позволяет залезть внутрь героя и буквально побыть Алланом Уэйком. Возможно, именно поэтому игра произвела на меня такое сильное впечатление, множество раз вгоняя в приятную дрожь и заставляя вглядываться во тьму в поисках ответов. Каждый, кто лично познал всю мистику, окружающую процесс сочинения собственных историй, сможет лучше всего погрузиться во тьму и загадочную историю, буквально стать Алланом и пройти игру на одном дыхании так, как будто вы и вовсе не играли, а читали профессионально написанный роман, узнавая себя в главном герое. Сегодня мы уже вместе вернемся в темный мир Аллана Уэйка, чтобы, наконец, разобраться во всей истории, проанализировать неочевидное и выдвинуть несколько новых версий, которые помогут взглянуть на игру совершенно иначе. Настало время вновь окунуться в холодную бездну американского ночного кошмара. Выйдя еще в далеком 2010 году, Аллан Уэйк смогла собрать внушительную коллекцию положительных отзывов, а спустя 10 лет игра и вовсе считается одной из культовых в своем жанре. Однако даже самые позитивно настроенные игроки отметили, что среди достоинств проекта есть и недостатки, вроде однообразной и чертовски унылой системы боя с противниками. Локации большие и красочные, однако из-за чуть ли неидентичных пейзажей они быстро наскучивают, а поскольку перемещаться по ним приходится долго, то избежать усталости становится невозможно. Во всем же остальном игра остается превосходна, но все-таки однообразная боевка и вид на вечные покрытые лесами горы слегка удручают. Благо все эти недостатки способны компенсировать интересные механики, задумки и, конечно же, повествования, выстроенные в форме мини-сериала, состоящего из шести эпизодов. Именно поэтому мы не столько играем и управляем хорошо прописанными и яркими персонажами, сколько смотрим захватывающий и пугающий фильм, принимая в происходящем на экране непосредственное участие. Поэтому даже спустя 10 лет Алон Вейк обладает поразительной способностью затягивать интриги в свою неповторимую атмосферу. Для всех, кто не знаком с сюжетом игры, мне придется рассказать его вкратце, чтобы следующая часть ролика воспринималась без проблем. Однако я предупреждаю, что без спойлеров при анализе не обойтись, а потому я настоятельно рекомендую купить, скачать или достать любым другим возможным способом эту игру и пройти ее до конца, чтобы узнать основную информацию самостоятельно. Но если же по каким-то причинам вы не можете или не хотите этого делать, то вот вам краткий экскурс в фабулу. Главный герой игры – 38-летний писатель Алан Вейк, переживающий творческий кризис после написания очередного успешного романа. Вместе со своей женой Элис он приезжает в вымысленный американский городок с говорящим названием Bright Falls. В коттедже наибольшом островке посередине озера они и планируют отдыхать. Но все планы рушатся, когда Элис неожиданно исчезает, как будто нечто утаскивает ее прямо на дно озера. Бросившийся за ней в воду Алан приходит в себя лишь через неделю, сидя в машине на краю обрыва. Пытаясь вспомнить, что с ним случилось, он пробирается сквозь лес ночью, по пути собирая разбросанные страницы собственной рукописи, которую он никогда не писал. В лесу он регулярно подвергается нападению непонятных существ, ведущих себя как зомби и как будто состоящих из ожившей тьмы. Пробираясь сквозь тени с помощью фонарика, Алан наконец звонит в полицию и просит приехавшую Сару Брейкер отвезти его к озеру, где он не находит ни островка, ни самого коттеджа. А на его молчаливый вопрос шериф отвечает, что после извержения подводного вулкана 30 лет назад островок ушел под воду. С этого момента и начинаются метания Алана, который старается разобраться в себе, найти пропавшую жену и наконец узнать, что же случилось на самом деле. Спит ли он и видит кошмар, или же все это происходит с ним на самом деле. Сценарий игры в основном был написан финским писателем Сэмом Лейком, поэтому неудивительно, почему сюжетная составляющая игры остается до сих пор чуть ли не самым сильным аспектом. Алан Уэйк стал наглядным примером того, чего можно добиться, когда над идеей работает не только заинтересованный в прибыли инвестор, но еще и настоящий писатель, лучше всех способный проработать все компоненты истории. В конце долгого путешествия мы получим ответы на большую часть наших вопросов, однако даже тогда многое останется неразгаданным или неоднозначным, из чего и вытекает возможность различных трактовок. Так что же произошло с Аланом Уэйком на самом деле? Было ли это всего лишь ночной кошмар, или же герой и правда столкнулся с чем-то необъяснимым? Чтобы понять это, нам необходимо двигаться в хронологической последовательности событий, то есть с самого начала истории, восстанавливая первичную картину и ища ответы вновь. А как только мы это сделаем, то поймем, что у нас есть целых три варианта того, о чем на самом деле была эта игра. Восстанавливая фабулу игры, мы получаем, что в 1970 году умирает Барбара Джаггер, возлюбленная поэта Томаса Зейна. Вместе они жили именно в том коттедже на островке посередине озера. После смерти возлюбленной Томас погружается в депрессию, а в желании вернуть Барбару заходит так далеко, что начинает писать роман, используя силу озера для того, чтобы его слова стали частью реальности. Но вместо Барбары Томас освобождает темную сущность, обитавшую на дне озера. Та проникает в реальный мир в обличье возлюбленной поэта. Осознав свою ошибку, Томас совершает единственное, на что был способен. Вычеркивает из реальности все, что стало причиной ошибки, включая себя самого. Спустя 30 лет на тот же самый остров приезжает Аллан Уэйк вместе с женой, и история повторяется точь-в-точь. Вот только теперь бороться с искушениями тьмы предстоит Аллану, который на самом деле был вынужден заключить контракт с темной сущностью. По условиям договора писатель должен был создать полноценный роман под диктовку демона, чтобы в обмен получить свою жену. Однако в процессе работы Аллан начинает понимать, что с каждым написанным словом рукопись оживает, а тьма из нее вырывается в реальный мир, поглощая людей, что она уже пыталась сделать с помощью таланта Томаса 30 лет назад. Аллан начинает сопротивляться и отказывается заканчивать рукопись, финал которой к тому моменту означал бы смерть для всех героев и порабощение выдуманного городка Брайтфоллс. Чтобы все исправить, писателю приходится с помощью оставленных Зейном подсказок одолеть тьму и вернуть жену, оставшись в плену на дне озера, чтобы закончить рукопись и не дать тьме вырваться на свободу. Вроде как все понятно, а вот только есть кое-что, выбивающееся из столь лаконичной истории. Дело в том, что Томас Зейн хоть и вычеркнул себя из реальности, но тем не менее все равно на протяжении игры взаимодействует с Алланом, помогая ему бороться с тьмой. Помимо всего прочего, поэт как будто обладает даром провидца, поскольку он прекрасно знал все, что происходило с Алланом заранее еще до него. Он буквально ведет протагониста к спасению, как будто вся жизнь Аллана – это уже прописанный и известный только самому автору сюжет произведения. Кроме того, другие жители вымышленного городка регулярно называют Аллана Томасом, включая саму Барбару в финале игры. Фамилия главного героя также не случайна, если переводить ее буквально, то мы получим фразу «Алан, проснись», которая звучит в самом конце игры. В конце главы «The Truth» также звучит песня «The Poet and the Muse», являющаяся подсказкой для Аллана о том, где искать помощи. Однако Аллан не является поэтом, он прозаик, а потому правильнее будет предположить, что песня была сочинена Томасом и повествует о нем самом. Создается впечатление, будто Аллан Уэйк – это не живой человек, а всего лишь хорошо прописанный персонаж чьей-то истории, чья судьба предрешена, и все случайное – не случайно. Однако копать надо еще глубже. Аллан Уэйк – это не просто герой чужого произведения. Он – реинкарнация Томаса Зейна, созданная поэтом специально для того, чтобы уничтожить освободившуюся по его вине тьму. В конце игры Аллан вынужден освещать уже не объекты, а парящие в воздухе слова, названия окружающих его предметов. Все потому, что на самом деле он находится не в реальности, а внутри чужой книги. Его имя – это всего лишь слово, помещенное в общий ряд. Аллан живет среди образов, меняя реальность по ходу повествования и соблюдая правила выбранного жанра, согласно которым неизвестно, выживет ли главный герой вообще. Его жизнь ему не принадлежит, а является всего лишь зеркальным отражением Томаса, которых создает герой по своему образу и подобию, после чего вписывает его в выдуманный городок Брайтфолс и за руку ведет до конца истории. Проще говоря, сама игра Аллан Уэйк является визуализированным интерактивным романом, где на переднем плане история вовсе не Аллана, а его создателя Томаса Зейна. И даже в конце нам дается еще один намек на правдивость этой версии. Финальная фраза Аллана – это не озеро, это океан. Слишком хорошо вписывается в стихотворение Томаса, звучащее почти в начале игры. То есть игра начинается и заканчивается стихотворными строками поэта, создавая кольцевую композицию, где в финале реинкарнация Томаса успешно заканчивает начатый роман. Кроме того, такая сюжетная линия сильно напоминает малоизвестный рассказ Лавкрафта «Музыка Эриха Цана», в котором молодой студент своей игрой на виолончели вынужден отпугивать нечто кошмарное, что наводняет его дом на улице, который просто исчезает из мира после того, как студент в страхе сбегает. Вполне возможно, что именно идеи Лавкрафта о взаимодействиях снов и черной бездны космоса в дальнейшем послужили вдохновением при создании мира Аллана Уэйка. Но как насчет того, чтобы отмести любую мистификацию и взглянуть на историю с позиции трезвомыслящего реалиста, желающего объяснить кошмар логически? Что если не было никакого Томаса Зейна и ожившей тьмы, а все события игры происходили всего лишь на страницах романа Аллана, являясь порождением его больной фантазии? Характерный щелчок раздался у меня во время прохождения главы The Truth, когда Аллан прослушивает записанный на диктофон разговор доктора Хартмана с его женой Элис. Из этой записи становится понятно, что Аллан из-за творческого кризиса вел себя очень агрессивно по отношению к жене, но все-таки не решался поднять на нее руку. Да и сам Хартман старается заверить Аллана, что на самом деле его жена мертва, а сам он всего лишь не может пережить сильнейший шок, продолжая убегать от правды в собственные произведения, которые он пишет пачками в клинике, насыщая сказочными историями про борьбу тьмы и героев, полностью списанными с пациентов психиатрической клиники. Да даже название эпизода намекает на то, что именно версия доктора Хартмана является правдивой, а галлюцинации Аллана после пробуждения намекают на вполне реальную возможность создать в воображении чрезвычайно реалистичные образы. Сюда же в таком случае можно отнести и говорящую фамилию Аллана, намекающую на то, что герою необходимо наконец окончательно проснуться, то есть принять правду и перестать жить внутри бумаги и чернил. Характерно, что новые странности, включая неожиданное появление из ниоткуда друга Аллана Барри и наступление тьмы, происходят только после того, как Аллан возвращается к себе в палату и вновь садится за печатную машинку. Ту самую машинку, которую ему дарит Элис в начале игры. Также хочу еще раз обратить внимание на название эпизода. The Truth. Артикль The имеет свойство обозначения, то есть имеется в виду та самая правда. Такой сюжетный твист похож на идею романа Иена Бэнкса «Шаги по стеклу». В конце этого произведения оказывается, что двое сидящих в башне замка и решающих странные загадки стариков на самом деле находятся в психиатрической лечебнице. То же самое происходит и с Алланом. Двое стариков, которых он видит в начале игры в кафе, тоже оказались всего лишь пациентами больницы. Нечто похожее происходит и в романе Виктора Пелевина «Чапаев и пустота», когда герой, засыпая, перемещается из своей палаты в сумасшедшем доме в совершенно другую эпоху. Уверен, что подобная идея озвучивалась и в других произведениях, вроде фильма «Остров проклятых». А потому нет ничего удивительного, если Аллан Вейк повторяет этот прием, как можно сильнее разрывая связь между тем, где начинается реальность, а что является всего лишь играбельным воображением Аллана, который пишет свои романы в стенах клиники после смерти жены. При этом я не отрицаю, что доктор Хартман вполне может использовать работы Аллана для собственного обогащения, однако самого факта безумия писателя это не отменяет. Правда ли мы играем внутри сумасшедшего романа Аллана, где все завязано на неспособности писателя принять смерть жены и его желании вернуть ее с того света, или же этот эпизод всего лишь призван запутать игроков? Достоверно неизвестно, но большое количество странностей позволяет нам как минимум допустить подобную версию. Ну и конечно же я обязан допустить вариант, при котором вся игра превращается в сплетение образов и аллегорий ради донесения философских истин жизни. На передний план в таком случае выходят два антипода – свет и заполняющая все тьма. Сильно обобщая, можно сказать, что Аллан Уэйк – это целиком игра о противостоянии света и тьмы. Но что скрывается под этими масками в контексте истории? Добро и зло? Но это понятия слишком уж обширные и избитые. Для понимания необходимо оттолкнуться от самого Аллана. Что может быть светом и тьмой для писателя? Когда мы задаем этот вопрос, то все встает на свои места. Тьма – это опустошающее воображение, творческая импотенция. Все самое скверное, что только может заключаться в творце. И когда эта тьма берет контроль, то на свет рождаются самые жуткие вещи. Именно это происходит и в случае Аллана. Под давлением тьмы он пишет все более тяжелый и мрачный роман, в котором ни у одного героя нет шанса на счастливое будущее. Умрут все, включая самого автора. А когда человек позволяет тьме окончательно овладеть собой, то он превращается в одного из задержимых, которым противостоит Аллан на протяжении всей игры. Олицетворением тьмы в игре, конечно же, является Барбара Джаггер, возлюбленная Томаса Зейна, одетая в характерный траурный наряд. Можно сказать, что светом в таком случае выступает вдохновение, но оно не обязательно служит добру, ведь для написания чего-то мрачного вдохновение требуется не меньше. Поэтому мы здесь зайдем чуть дальше и вспомним интервью, которое Аллан смотрит по телевизору в одном из эпизодов. На этом шоу ведущий задает Аллану простой вопрос про его жену Элис, на что получает ответ – она моя муза. Здесь будет правильно напомнить, что песня, играющая в конце эпизода The Truth, называется «Поэт» и «Муза». Иначе говоря, Элис для Аллана значит намного больше, чем может показаться сначала. Жена для него как маяк во тьме моря, направляющая его всю игру. И тогда светом, способным побороть тьму, для Аллана будет являться, как бы прозаично это ни звучало, любовь. Любовь к Элис выступает главной мотивацией героя на протяжении всей игры. И только она способна навести порядок в разуме и в творчестве. Алан Вейк для меня стала очень личной игрой, как будто бы я и правда прочитал собственный роман о себе же самом. Не все смогут понять, что я имею в виду. Для кого-то это будет история о писателе, прорывающейся сквозь тьму с фонариком наперевес, чтобы вернуть свою любовь и вдохновение. Кто-то же увидит потрясающую мистическую историю о том, насколько же загадочно писательское мастерство, способное менять реальность, превращая мир в ночной кошмар или же идиллию. А кто-то и вовсе захочет воспринимать историю, как остросюжетный триллер о сумасшедшем писателе, запутавшемся в собственной фантазии, словно герой рассказа «Секретное окно» Стивина Кинга. Каждый выберет свое, но в любом случае в центре этой покрытой холодным туманом истории остается человек, живущий творчеством. Писатель, чей худший ночной кошмар стал частью не менее кошмарной реальности. А когда это происходит, ты мечтаешь услышать только мягкий шепот, который скажет «Алан, wake up!»